Попытаюсь объяснить, как можно доказать теорему Кэффекта, которая звучит таким образом, что если взять nKt от любого многогранника n, это будет некая функция от k, то f от минус k, это будет в точности количество внутренней кусочки. Это верно в любой размерности. Замечательно. Но на самом деле это не совсем так, потому что здесь еще надо поставить знак минус 1 степла, где d это размерность пространства. То есть если плоскость, то минус 1 в квадрате это то же самое, что 1, а если пространство, то там у многогранника будет третий степень. Давайте рассмотрим функцию, которая задана на следующий момент. Если число k не отрицательное, то это будет просто nK. А если k отрицательное, то соответственно вот она включается отсюда. И докажем, что эта функция является многочленом. Как проверять, что некая функция является многочленом? Давайте посмотрим, пусть у вас написаны какие-то значения многочлена первой степени. Скажите, пожалуйста, таково что значит, что это у многогранника? Это значит, что когда вы рассмотрите функцию в точке k плюс 1 и функцию в точке k, то вы получите что? Постоянную величину. Согласны? Это значит, что у многогранника 1 степень. Вот это вот называется разность, вычисленная в точке k. Отлично. Ну, константы. А как проверить, что константы? Очень просто. Надо взять разность таких штук в соседних точках и проверить, что это будет много. Значит, если вы берете f от числа k плюс 2 минус f от k плюс 1 и вычитаете из этого f от k плюс 1 минус f от k, то должен получиться 0. Отлично. Как это записывается? Очень просто. f от k плюс 2 минус 2 f от k плюс 1 плюс f от k. Это должен быть 0. Вот, ребята, давайте, несмотря на все предыдущее, на самом деле, из предыдущего у нас получалось, что функция f, фунценткатор многочлен, но просто не часто, да? Это наша теория более мощная. Я сейчас вам рассказываю вот такой альтернативный вариант теории, когда мы не используем вот эти штуки. Так вот. Нужно суметь доказать такое разность. Это для того, чтобы доказать, что это многочлен первости, да? Вот. А что надо будет сделать, чтобы доказать, что он многочлен второй степени? Ребята, вот это у нас называется вторая разность, да? Это вот что такое. Это f от k плюс 3 минус 3f от k плюс 2 плюс 3f от k плюс 1 и минус f от k. Вот надо будет доказать, что это 0. Оказывается, это совсем не так сложно сделать. Я это покажу на примере треугольника. Вот представьте себе, у нас есть какой-то треугольник с стороной k. Вдруг мы заинтересовались, сколько у него точек с целыми метрами. Смотрите. Вот эта вот вся длина – это k плюс 3. Вот такой треугольник – это k плюс 2. Вот такой треугольник – это k плюс 1. А вот такой треугольник – это k на k. Это правда. Теперь надо понять форму вручения и исключения. Значит, ребята, внимательно слушаем. Сейчас все должно получиться. Если меня интересует количество точек во всем большом треугольнике, то я должен сделать следующее. Я должен взять вот такие вот три здоровых треугольника, каждый из которых размером k плюс 2. С плюсом, я его уже. После этого я должен взять треугольники k плюс 1 с минусом и k плюс 1 с минусом. Да. У вас немного треугольника. Да. И пересечения членов от этой треугольники. Да. Но его надо взять с минусом. Нет. Форму от членов исключений, она вот такая. f от k плюс 3. Куда ты убегаешь? Да. f от k плюс 3 утверждается, что это 3f от k плюс 2 минус 3f от k плюс 1 и плюс f от k. Но. Но. Почему? Берем три таких треугольника и их попарных из членов. Какая область тут неоспользуется. Вот если мы сейчас это увидим и поймем, что в пространстве это строго так же, то получится, что количество точек удовлетворяет им тому самому соотношению, а значит это без всякой нашей теории пика, значит это многочлен. Потому что любая функция удовлетворяющая такому соотношению это многочлен. Смотрите, сначала берем три больших треугольника. Какие большие? k плюс 2. Эта область 1 раз учится на 1 и 1 раз. Так? И большие треугольника. Дальше. Эта область 2 раза, 2 раза, 2 раза. Это 3 раза. Да. Для того, чтобы здесь была единица, надо вычислить f от k плюс 1. Здесь теперь единица. Здесь теперь двое. А ну а еще мы почитаем, это такой, это, как посадили, и такой. Здесь можно. Ну да. Ну и прибавляем этот отказ. Ну, берем. Да. Альтернативный подход к доказательству того, что энкарты это многочлены состоит в том, чтобы понять, что вот ровно такая штука верна не только на поле, но и на поле. А плоскости для треугольника, но и в пространстве для сетра это там, и в четверхмерном пространстве для синтез и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.